Итак, спасибо за любезное приглашение приехать в Петербург. И для меня большая честь представить наше следующее исследование по низкозернистым глиомам. И это касается лечения детей с глиомами после химиотерапии. У меня здесь есть определенный конфликт интересов, потому что я нахожусь в консультативном совете. И одновременно, вот каковы вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся при лечении глиомы низкой степени злокачественности? Какие вызовы связаны с повторным ростом опухоли и другими опасностями? Я считаю, что это можно считать скорее хроническим заболеванием. Во-вторых, это не только касается МРТ и хирургии как таковой. Также важно признать то, что функции мозга имеют большое влияние на качество жизни и на неврологические функции в этих детях. И номер три, поскольку мы знаем и понимаем биологию незлокачественных опухолей, то мы должны перевести свои знания в определенные подходы к лечению. И каков текущий стандарт лечения в области химиотерапевтики? Это опять же карбоплотин плюс винкристин. И на прошлой неделе было опубликовано результаты рандомизированного исследования. И это рандомизированные исследования исследуют вот эту химиотерапию. И вы можете видеть, что здесь абсолютно нет разницы. Нет, никакой разницы между уровнем выживаемости и режимом лечения, что указывает на то, что для этих опухолей чем больше и лучше, тем лучше лечения. И найти баланс этот в интенсивности лечения по отношению к результату больного, исходу больного. И опять же карбоплотин плюс винкристин опять будет в будущем использоваться намного чаще, тем, когда нам нужно будет сравнивать новые лечения. И вот так возникает новое лечение глиома у детей, которая вимбластовая терапия, которая разработана группой Торонто. И руководство здесь принадлежит... Вот здесь два исследования, которые показывают вот эти кривые выживаемости в этих случаях, когда ННФ1 и тип 1-омерматоза. Показано, что эти кривые очень похожи на то, что мы видим с лечения, когда лечение глиомотерапии и проводится, и пациент страдает ННФ1, и результат, естественно, лучше, чем при карбопластном. И некоторые в этой минбластовой терапии, кажется, показывают меньшее количество случаев по сравнению с лечением с карбопластом. Затем у нас мы входим в новую эру биологии, связанное здесь с лечением глиома у детей. Единственное, здесь особый путь, который называется МАПК, болезнь МАПК, которая исследована была в Гайдеберге, Германии, показала, что эти случаи имеют какие-то разнообразия сброса... если это гены МФ1, или это обстримовые молекулы, которые показывают на эту болезнь. Все это должно быть передаваться на... и получите нового целевого лечения, и раскрытые на различные уровни. Мы можем исследовать в ВИТРО модели, и можем также испытывать все эти компаунды, на двухлетнего ребенка. Вот здесь различные модели, здесь показаны, которые показывают парадоксальную активизацию этого пути, используют неправильное лечение целевое, и неправильный набор молекул, и таким образом это увеличить сигнал, и перейдет на, в конце концов, на рост опухолевого этого пациента. Мы используем специальные маркеры до этого пути, для того, чтобы они помогли подавить этот путь. И сейчас используется новая терапия, и в этом году СКО-компания, американские коллеги начали испытывать все, и они сейчас будут проходить, вот группа ПВС, эти клинические испытания, клинические исследования, и это уменьшает, здесь показано, вот здесь вот эта вот линия показывает уменьшение, стратум-1, который у пациентов, которые известны, были свои довольно сложные литерации с изменением, и вот фьюзия показана голубым, и в основном они указаны здесь, вот эти графики показывают уменьшение этих тенденций, и вот эти увеличения, также размеры опухоли во время лечения, здесь фермоматоз, который показан здесь, и при лечении он уменьшается, и формально не все они представляют собой референс, как ответ на, частично только ответ, все-таки в лечении опять увеличиваются эти опухоли, и опять мы получаем ответ. Также это передается на крикливую выживаемость у этих пациентов, хотя несколько пациентов, и время последующего ухода не слишком длинное, не слишком длительное, и сравнимая выживаемость, опять же она похожа на веб-бластинг, и когда мы используем химотерапию, это основная информация, и естественно рациональное, зерно дистанционируется, то, что мы планируем проводить в больнице, в Европе, на детях, у детей, при глоомии, у детей, мы рендомизируем пациентов после аллергического вмешательства, которые имеют показания к лечению, даже три, если, допустим, эти руки, и, допустим, указаны, и все они, мы будем сравнивать им, будем проводить химотерапию, и будем создавать ингибиторы, по этим причинам, которые я поменил, личной целью такого исследования является, мы пытаемся выяснить, оптимальное лечение для таких детей, не только принимая внимание, ответ МРТ, но также важно это с точки зрения, улучшения визуального, нейрологического функционирования этих пациентов, мы будем комбинировать их, и посмотрим, на какое самое лучшее оптимальное лечение для этих детей, и вот такой с низкой степенью глиомы, злокачественным, естественно, что это касательно молекулярной биологии, это изучение молекулярной биологии, о чем я не буду говорить подробно, и так, в конце концов, в этом исследовании мы должны уменьшить токсичность схемии периода у этих пациентов, для того, чтобы ввести привычные конечные составляющие с МРТ, которые приходят к изменениям, функциональные изменения в отношении визуальной неврологии, и здесь также очень часто сильные программы биомаркеров, и составные лечения, которые нам необходимы, составные в этом лечении, для того, чтобы нам необходимо также исследовать эти, во всех наших пациентов исследовать эти упухоли, для того, чтобы найти наиболее оптимальный способ, нам необходимо принять показания для лечения в постсерегический период. то, что мы начали делать на международном уровне, мы изучать стали вот эти вот примеры, и у нас есть мороженая ткань, и для того, чтобы получить молекулярную, референсную молекулярную картину в диагностическом центре ПИВИ, материал ПИИ, который проходит через национальную систему, референсную патологическую систему, и также они изучают различные молекулярные маркеры. Это то, что координируется специальной предклинической рабочей группой. Это короткое обобщение. Я бы хотел признать признательность тем людям, которые внесли свой вклад в разработку этого протокола. Вот здесь и показано это здесь, и на этой фотографии также я могу... Тут есть имена подданы, и я бы хотел поблагодарить за ваше внимание и отвечу на ваши вопросы, если таковые будут. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста, или комментарии. Спасибо. Спасибо, Агру. Презентацию интереснейшую. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто вы выявляли, берав мутацию при глиомах низкой степени злокачественности? Первую часть вопроса не смог услышать. Пожалуйста, повторите. Как часто вы выявляете берав мутацию при глиомах низкой степени злокачественности? Мы видим берав мутацию примерно в 60-70% случаев, что либо это фьюзия берав, или физика, или в методологическом процессе, остальное будет более, мутация более абстримовая, которая включает, например, и такие вот последние берав, изменения берав, вот последнее, что мы наблюдали, я думаю, что использовать ее есть смысл при нашей работе.